Ребят, всем большой привет! С вами Юля. Сегодня я хочу сделать видео о косметике Свобода. Я очень люблю эту косметику за их недорогие цены и хорошее качество. Я периодически покупаю их продукцию, их средства. Многие спрашивают, где ты берешь. Девчонки, у меня нет такой проблемы у нас в городе с дефицитом их продукции. То есть нет такого дефицита. То есть просто выходишь в магазин, и она достаточно неплохо представлена у нас по магазинам. Если брать интернет-магазины, то я оставлю ссылку тоже, где я обычно покупаю средства. Сегодня хотела показать какие-то средства и просто рассказать, что действительно стоит вашего внимания. И какие продукты я действительно часто повторяла. И я думаю, что буду повторять и дальше. И первое, что я повторила, это вот такая коробочка. Здесь два крема для рук. У меня, кстати, даже недавно подписчица спрашивала про их объем. Там два крема. Объем там стандартный, они не маленькие. Просто некоторые переживают, что там миниатюры, цветы императрицы. Это их премиальная линейка. То есть там будет такое красивое оформление. Здесь вот эти вот кремы, они действительно... Ну я бы их по качеству приравняла к люксу. Они очень классные. Они очень быстро увлажняют кожу, напитывают ее. Ну конкретно вот эту коробочку я взяла не для себя. Я ее взяла на подарок. Я считаю, это вполне приличный подарок. Как самостоятельный небольшой подарок кому-то подарить. Либо, ну в придачу к чему-то, да. Дальше, так как я заходила на эту линейку, я повторила вот такую пенку для умывания. Нежная пенка для умывания. Здесь очень хороший состав. Это бессульфатная пенка. Я говорила, я всегда отдам предпочтение пенкам без СЛС, потому что у меня чувствительная кожа. Бывает такое, что ССЛС нормальные пенки и не оставляют у нее никаких раздражений. Это будет зависеть от концентрации, от формулы, от кучи факторов. Но все-таки я предпочитаю пенки без СЛС. Здесь очень мягкие пенообразователи. Хороший состав. Здесь, кстати, есть гиалуронка, коллаген, алантаин. То есть такие увлажняющие, смягчающие компоненты. Она совершенно не стягивает кожу. Но имейте в виду, она и не дает обильной пены. Мне это нравится. То есть они так хорошо скользят пальчики. Можно делать такой легкий быстрый массаж по массажным линиям. Но если вы любите, когда вот такая густая пена, здесь этого не будет. Это скорее то средство, которое больше мылится, чем пенится. Но лично я для моего типа кожи, я наоборот это люблю. И дальше такое немножко неожиданное может быть средство. Это крем-гель после бритья. Вообще это как бы продукт для мужчин. Здесь витамин А и витамин В5. Не содержит спирта. Тем не менее, у меня это не первая баночка. Во-первых, я тоже иногда его дарю. Могу потом подарить, например, брату, папе. Моему папе вообще он очень нравится. Вот он говорит, это лучше, чем там всякие джилеты, еще там что-то. Когда я ему пытаюсь подарить что-то более дорогое, он мне все время говорит, что нет, вот этот вот лучше. Хотя ценник здесь очень бюджетный. Но я иногда его покупаю и для себя. Если я, например, пользовалась бритвой, брила ноги, то вот это вот отлично срабатывает. Потому что очень хорошо увлажняет кожу, успокаивает ее. И немножко, ну вот такой есть как будто успокаивающий, охлаждающий эффект приятный. Здесь есть именно компоненты, которые успокаивают, увлажняют, немножко охлаждают кожу. Поэтому мне нравится. Дальше у меня здесь вот такая вот база под макияж. Ну, вернее, это дневной крем, идеальная основа под макияж. Я считаю, что они сделали огромную ошибку, то, что они назвали данное средство дневной крем. Это не дневной крем, это именно база, основа под макияж. Им здесь надо было написать фотошоп эффект, что он как бы перекрывает поры, что он выравнивает тон лица, что после него любой тональный крем будет смотреться лучше. И все это было бы правдой. И мне кажется, сейчас вот современные производители декоративной косметики, они пишут, когда вот тысячу обещаний, чаще всего этот продукт, ну я сейчас говорю про базы, он не выполняет этих обещаний, а эта база выполняет. Единственный момент, она достаточно плотная, она довольно-таки жирненькая. И, например, на мою комбинированную кожу, все-таки, ну вот летом я, конечно, не могу ей пользоваться. Для меня это больше зимнее средство. И в те дни, когда я действительно хочу выровнять тон лица, да, можно это использовать как дневной крем, плюс базу под макияж, интенсивный аромат, тоже к этому надо привыкнуть. И, знаете, минут 5 дать ей впитаться в кожу, дать ей улечься. Потому что тогда совершенно, действительно, по-другому потом ложится тональный крем. Я много раз там повторяла вот такой антивозрастной крем для кожи вокруг глаз. Раньше он был в круглой баночке, сейчас он вот в такой баночке. Действительно, если вы ищете легкий крем для кожи вокруг глаз, в то же время который хорошо увлажняет, если уже есть первые возрастные изменения, какие-то маленькие морщинки, то обратите внимание на данный крем. На самом деле, хорошо работает, сравнительно недорого стоит. Ну, понятно, это премиальная линейка, но это премиальная линейка фабрики Свобода. То есть он стоит, ну, не так, как Балет, не так, как Герантол. Ну, мне он нравится, у меня он действительно уже не первый раз. И также из линейки Диамант, вообще из всех кремов, там много, кстати, антивозрастных кремов, хороших, работающих. Но мой самый любимый, это тот, который для чувствительной кожи. Во-первых, потому что у меня чувствительная кожа. И чаще всего я его покупаю, повторяю, межсезонье, зима, чтобы именно увлажнить, напитать кожу. Там достаточно много, кстати, активных компонентов. То есть он действительно с антивозрастным эффектом, но в то же время он хорошо подходит для чувствительной кожи, потому что не все антивозрастные средства моя кожа воспринимает нормально. На чувствительной коже какие-то активные компоненты могут дать реакцию, там такого нет. И еще мне очень нравится там упаковка. То, что там нужно вот так давить на крем, и таким образом получается экономично. Это очень современная, ну в люксовых кремах обычно такие упаковки. Поэтому сейчас я не повторяла тот крем, потому что он мне не подходит по сезону. Обычно я его беру в ноябре, декабре, либо там вот февраль-март, межсезонье, зима. Дальше обычное кусковое мыло. Вот когда я иду в магазин и просто там забрасываю какие-то покупки, я вот если есть мыло детское от свободы, я себе обязательно его заброшу в корзину. Ну либо если это интернет-магазин, какая в принципе разница. Потому что у них мягкое мыло, которое не сушит кожу, действительно не сушит, которое хорошего качества. Я очень люблю вот такое тик-так. Ну вот самое мое любимое мыло, такое прозрачное косметическое, оно на глицерине. Там очень много увлажняющих компонентов, приятный аромат с медом акации. Да, очень такое достойное мыло. И даже когда вот приходят гости, и вот это мыло у меня лежит в мыльнице, многие потом спрашивают, что это за фирма, что это такое. Потому что он действительно имеет очень такой дорогой, приятный, такой нежно-цветочно-медовый аромат. Вообще не отталкивающий и при этом не сушит руки. Еще у них есть вот такая линейка, которая называется нежность природы. Мне она тоже очень нравится. Там у них маски, кремы, они все с таким, знаете, кисленьким запахом, каких-то фруктов, лимонадов, не знаю, чего-то такого. И там очень много будет витаминов. Например, у меня вот такой крем-масло для лица. Оно, кстати, не особо-то и жирное. Я не могу сказать, что это сильно жирный уж такой плотный продукт. Но для моей комбинированной кожи, безусловно, оно тяжеловато. И обычно я пользуюсь средствами из этой линейки на шею и зону декольте. Мне очень нравится. Вы знаете, что я уже несколько лет как бы уделяю особое внимание и этой зоне. В принципе, я считаю, это заметно. У меня нет никаких там морщин на декольте, на шее. И, ну вот, я на ночь плотненько наношу. Там совсем другая кожа. Не такая, как у нас на лице. Там меньше сальных желез. И даже если у вас на лице кожа, вот как у меня, такая плотненькая, знаете, нет особо морщин. Она больше комбинированная. То все равно на шее и зоне декольте она более сухая. Поэтому, соответственно, ее лучше надо увлажнять. А если у вас даже на лице кожа нормальная, ближе к сухой, либо какая-то увядающая, обезвоженная, то вам за этой зоной надо слить тогда вообще вдвойне внимательно. Потому что там кожа еще более тонкая, более уязвимая. Туда, кстати, больше попадает на зону декольте солнца. Именно там больше у нас пигментных пятнышек каких-то с возрастом появляется. Даже больше, чем на лице. Вот, поэтому я по вечерам иногда использую, как бы на лицо наношу какой-то легкий крем. Кстати, летом в жару я иногда на ночь вообще не использую крем на все лицо. Потому что, ну, жарко у нас, очень жарко. У нас очень жаркое лето, выше 40. Постоянно приходят смс-ки, предупреждения от МЧС. Ну, ладно, это немножко отвлеклись от темы. В общем, могу даже не нанести ничего на лицо. Но на шею зон декольте я всегда обязательно наношу крем. Либо из этой линейки мне отлично подходят средства. И там много витаминов. Например, вот здесь витамин А, Е, экстракт алоэ, винограда, солодки. В общем, хорошая линейка. И она бюджетная. Это не премиальная линейка. Здесь цены совсем недорогие. Вот это я покупала, по-моему, около 80 рублей. Вот такое было видео. Пишите обязательно в комментариях, есть ли у вас любимчики от косметики Свобода. Я просто решила с вами поделиться, так как у меня была очередная закупка. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.